я приветствую друзья записать вот этот ролик натолкнула меня история инстаграма детектива шумякиной в инстаграме частного детектива который меня немножечко смутило я сначала даже не понял о чем идет речь ну к сожалению я не все понимают термины нынешнего времени много вопросов сыпется в директ и про стопки днеппинг и про то как вышла на меня наталья и про депутата и про мою юридическую деятельность но если за такой вопрос делаем прямой эфир голосовал как короче я несколько так озадачился во-первых словом стопки днеппинг для меня это очень новое слово я вообще никогда не слышал до этого немного поизучав этот момент я могу вам сказать что насколько я правильно я себя понимаю по-русски это называется на стоп похищение детей ну или стоп детскому похищению кто-то вот в этом роде я естественно загуглил как говорят сегодня да ну я другим поисковиком пользуюсь что такое стопки днеппинг выскочила несколько статей довольно интересных давайте начнем наверное самый основной статьи такой я так ее назвал в этой истории потому что она дает понимание почему у журналистов комсомольской правда есть некое критическое отношение к екатерине сумякиной и наверное дает заодно понимание какое она имеет вообще отношения вот к этому стопки днеппингу это статья за 5 сентября 2018 года богатые мамы заказывают похищение своих детей в россии действует организация поставившая на поток кражи малышей она словно в издевку называется стопки днеппинг то есть как раз и называется стоп похищению детей я не буду вам читать всю эту статью если так совсем кратко идет разговор о тяге между супругами голубковыми за сына родиона сначала суд постановил оставить его с отцом потом начать мама его похитила насколько я знаю закончилась все равно в пользу отца об этом будет дальше я вообще рекомендую это видео до конца досмотреть много интересной информации вы узнаете международный день защиты детей 1 июня в подмосковных мы тысячах пропал четырехлетний родион голубков похищение организовали волонтеры стопки днеппинга что переводится как стоп похищению детей цинизм ситуации в том что несмотря на высокоморальную вывеску эти детские защитники открыто заявляют есть такая работа отнимать силы ребенка у одного родителя и отдавать его другому то есть в пору называть приветки днеппинг сразу хочу сказать статья явно критическое явно возможно даже специально заказанная например вот супругом голубковым возможно я тут могу только предполагать но я ее хочу привести не для того чтобы вы вдавались в эти вот конфликтами родительские тут объяснение с обоих сторон за что они борются якобы это наследник и так далее ну в общем он очень важным был для обоих сторон есть видео уже в израиле как вот голубкова ходит с коляске возит этого родиона и рядом ее старший сын они убегали в израиль потом пришлось им оттуда все равно вернуться но тут вот есть такой абзац очень интересный в этой статье следом стала звонить некая екатерина шумякина имеется ввиду звонить я так понимаю папе родиона которая говорила что она представитель натальи удивительное совпадение помощник депутата коммуниста раскина намекала на связи но выяснилось что гражданка бывший сотрудник милиции возглавляет чоп 2 жизни и является координатором стоп китнеппинга какая может быть связь между депутатом коммунистом и стоп китнеппингом на сайте стоп китнеппинга есть группа поддержки в лице депутатов рашкина и ворониной я обращался к заявлением дюганову чтобы он проверил этих волонтеров но ответа не получил и еще сразу хочу отметить я не нашел сайт стоп китнеппинга вот просто не смог найти хотя он безусловно был и его отголоски его даже ну вывеску я вам покажу потом попозже то есть смотрите здесь указывается некая организация которая противоборствует похищению детей я так понимаю но при этом сама участвует в отъеме ребенка от одного родителя для передачи другой и вот некая екатерина сумякина это вот та самая екатерина сумякина сразу хочу вам сказать является координатором ну и заодно возглавляет частное охранное предприятие две жизни оказывается в прошлой жизни у екатерины сумякиной есть такие интересные моменты но как бы ладно вот честно сказать ну подумаешь бывает действительно негодяй муж бывает который воруют у жены ребенка незаконно и вернуть ей на ребенка это благое дело я не против этих не думайте что я вот как-то сейчас выступаю на сторону всех вот этих кто каким-то любыми методами отбирает ребенка у родителей у одного из родителей вообще считаю ребенка должен быть оба родители даже если они развелись все равно он должен контактировать с обоими тогда это будет правильно и возможно получит нормальное воспитание ну конечно эти адекватные родители зарабатывающие нормальные ну как бы вам сказать для примера ну не алкоголичка или не алкоголик там не наркоман или еще чего-либо да есть конечно момент когда лучше не общаться но вот здесь не знаю почему нельзя было решить мировым образом такие споры нацеление это очень часто не решается мирно к сожалению это довольно часто явление когда детей буквально выкрадывают и вот здесь родионок как раз и выкрали гуляли на детский площадке я был 20 метрах от песочницы рядом с ней остановилась тонированная девятка из нее выскочил мужчина схватил родиона и исчез не в машине для меня время остановилась я как заметно съемки летел к этой машине когда же не осталось несколько метров все двери распахнулись из него если четверо 5 подлетел сзади машина рванула с места неизвестные стали хватать меня за руки я как-то прорвался через них но ударом ноги в спину меня сбили с ног кто же были эти люди когда сотрудники полиции просмотрели камеры они узнали в одном из похитителя андрея сиднева судимого за убийство девушки которую он задушил в машине удавкой отсидел за убийство и грабеж 16 лет говорят среди этих волонтеров если бывшие полицейские то есть в изъятии ребенка у голубкова принимал участие человек сидевший за убийство и он являлся волонтером вот этой организации но это как-то сразу печально выглядит честно сказать хотя они заявляют то устраивают такие операции безвозмездно верить им сложно истории что размещены на сайте стоп кит на пинга говорят об обратном клиентками похитителей детей становится в основном лоны топ менеджеров те у которых могут быть деньги на подобные авантюры показывает страницу стоп кит на пинга в сети роберт голубков никого не волнует что в ходе таких силовых операций наносит непоправимый вред психике ребенка в этой статье мелькает фотография вот этого ранее судимого ранее судимый за убийство волонтер стоп кит на пинга андрей сиднев координировать и похищение родиона личный архив голубковых то есть они успели вот фотографировать в тот момент или камера его успела зафиксировать вот здесь еще есть высказывание координатора православного правозащитного аналитического центра олега владимирцева суд большинстве случаев становится на сторону матерей даже есть они ведут а социальный образ жизни основная аудитория стоп кит на пинга феминистские они расценивают ребенка как часть материнского организма это организатор работает при поддержке ювенального лоббиста фонда профилактики социального сиротства и не исключено что является одним из его проектов изучая такие фонды мы обратили внимание на их учредительные документы а там бюджета на десятки миллионов откуда берут деньги в том числе из бюджета в виде грантов парадокс на эти средства западные социальные технологии проникают семейные дела россиян для них оптимально чтобы один родитель попал за сопротивление похитителям в тюрьму другой до похищения лишился родительских прав а ребенок угодил приют то есть стремятся развалить семью здесь вот и чувствуется некая направленность односторонние как раз против вот этой организации но давайте до конца зачитаем а потом выслушаем и другую сторону обязательно по этому инциденту саму екатерину шумякину звонок депутату бывают перегибы на идея неплохая шумякина екатерина действительно моя помощница на общественных началах сказал комсомольской правде первый секретарь московского горкома кпрф валерий рашкин кстати тот самый рашкин который с браконьер ничего нынче недавно но с ней нет трудового договора а то что она руководит стопки днеппингом как-то связано с ее работой в партии нет никак не связано это ее личное дело но ваше фото на сайте стопки днеппинга написано что вы поддерживаете это объединение да мы говорили сумякина об этом движении я сказал что буду им помогать вы в курсе что в отношении членов этой организации уже два уголовных дела по похищению детей ну всякое может быть любом движении это не значит что то моя идея плохая вот у нас есть патриотическое движение по защите героев великой отечественной и там есть перегибы и на многих участников звери уголовные дела но это не значит что там одвижение плохой но стопки днеппинге фигурирует рецидивисты судимые за убийство грабеж это не значит что там все плохие я не контролирует организацию если выявлю там противоправные действия лично иноциируя разбираться в рамках закона а в это время подмосковье задержали волонтеров стопки днеппинга они выкурили малолетних девочек из дома бабушки дымовыми шашками и увезли в отношении волонтера ильи бурова родного брата адвоката стопки днеппинга максимилиана бурова который сейчас представляет мозг об суде интересы матери родиона наталья голубковой возбуждено уголовное дело по статье похищение двух несовершеннолетних следствием установлено 128 августа 2018 года 43-летний мать двух девочек 9 и 7 лет наталья родумовская заказала похищение своих детей но этот водителю заплатили 67 тысяч рублей похитить все равно детей не удалось но и в общем сами понимаете вот про при прочтении вот этой статьи создается такое но не очень хорошее впечатление а всей этой истории и об организации топки днеппинг согласитесь да но екатерина шумякина она ответила я за вам сказал она не стала так сказать уходить от ответственности и начала быстро реагировать на все это сразу же на эту статью у себя в фейсбуке и глина шумякина 7 сентября 2018 года прошу ниже написано и считать официальным ответом на статью обо мне и проекте стопки днеппинг в газете комсомольская правда история ордиона голубкова его мамочки наталья я не буду эмоционировать и давать оценку гражданину голубкову и его представителю это сделаете вы прочитав статью а потом мой ответ с документами краткая история того что голубков в общем нехороший человек все законно все праведливо никаких тут нарушений законодательства безусловно нет сейчас наташа в израиле и голубков подал иск в местный суд и и сразу забегаем вперед скажу выиграл мы обязательно написан выходные бумаги о том что в россии в москве незаконно безосновательно возбуждено уголовное дело меня и бурого мм представителей натальи уже допросили преследуют и угрожают уголовным наказанием на допросе мне сказали что пока я допрос на в качестве свидетеля а мое мнение наташи с роткой опасно возвращаться в россию ну ротка это родион имеется ввиду мать и ребенка нельзя разлучать до этого могут существовать исключительные обстоятельства надеюсь эти заявления и поддержка помогут наташа не помогли не помогли но документу тут действительно всяческие присутствуют по мнению екатерины сумаковой доказывающие что безусловно родиона посещали по закону все нормально ничего такого опять-таки для меня странно понимает возможно это благое дело возможно но неужели здесь все средства хорошие неужели для этого надо привлекать рецидивистов как вот написано ну человек который 16 лет до убийства отсидел вы зачем его привлекаете этот риск серьезно а если он кого-нибудь задушит плотно когда чем руководствуется конечно я тут как бы не прокурор и не студия ну вот восемнадцатом году произошла такая история я хочу вам сейчас дочитать еще одну статью от 28 июля 2020 года написано некой татьяной кузнецовой все это я нашел по ссылке вот стоп китнеппинг как украсть своего ребенка и как найти помощников в этом деле для кого-то выгодно дельце для кого-то временное помрачение ума как думаете чем занимается организация называешь себя стоп китнеппинг переводится как стоп поищение детей вот именно но обо всем по порядку и вот здесь начинается история опять про эту организацию стоп китнеппинг которая борется против попыток разведенных родителей делить свое чадо не секрет что часто родители просто крадут ребенка друг у друга не столько пытаясь додать ему любви сколько пытать отомстить своей бывшей половинке или сто еще чаще увеличить сумму алиментов но к сожалению стоило немного покопаться в истории стоп китнеппинг то тут же начали всплывать словно части расчлененного утопленника всякие неприятные подробности сиротийскую известность организация получила 2018 году когда поучаствовал похищение родиона голубкова история проста как мир 44 летняя мама обладатель роскошной карьеры заскучала дома после декрета и просто ушла от мужа тот честно передал ей половину имущества том числе трехэтажный дом стоимость около 900 тысяч долларов два автомобиля деньги ювелирные украшения и стал выплачивать элементы со вся тысяч рублей в месяц но маме показалось что этого мало несмотря на то что папа принимал активнее участие в жизни сына мать везла ребенка в израиле а потом вернувшись через несколько месяцев потребовал от отца оплатить расходы сначала хотела 5 миллионов рублей но сошлись на трех ну и в общем опять тут пересказ той истории когда все-таки был похищен родион родя как называла его екатерина сумакина и похищал андрей сиднев участвовал похищение координатор стопки днеппинга тут он называется наталья голубкова уехала в израиль но после постановления израильского суда была вынуждена вернуться в россию где тут постановил передать ребенка отцу понятно что не наталья не стопки днеппинг на этом не успокоились продолжается тема сыроедение мальчика хоть и отец и выкладывает регулярно своем фейсбуке фотографии и видео кусающего сына и кусачивать не траву эта история похоже еще далека от завершения то есть родион все-таки вернулся к отцу но там борьба продолжалась еще прошлом году еще вот год назад не знаю пока чем она там закончилась но правда сама организация стопки днеппинг сайта по крайней мере я нигде не вижу странно том же 2018 году случилась другая история когда были похищены две девочки это как раз вот статья комсомольской правды об этом было рассказано то есть судя по всему в 2018 году произошли какие-то серьезные конфликтные истории которые повлияли на даже наверное на существование вот это организации стопки днеппинг вероятно всего пришлось даже это дело прекращать ну о чем это говорит ну наверное о том что екатерина сумякина действительно борец действительно она прет напролом действительно не гнушается никакими методами для того чтоб добиться цели мост это и хорошо ничего не могу сказать но порой совершает ошибки а я уже говорил и вот здесь вот в истории сирена лугуновой тоже есть некие ошибки которые он указывал то есть явно ощущается что добиваться может целью любыми средствами а это плохо потому что когда вы идете иногда чуть-чуть против закона вы потом создаете ситуации когда можно это повернуть против вас вот об этом же я все время пытаюсь донести туда на эти все-таки выяснится обнаружатся тело и выяснится что александр лугунов виновен вот многими своими действиями уже екатерина сумякина уже создает базу для защиты александра лугунова и даже для возможности наверное ему оправдаться но давайте посмотрим все таки еще одну сторону медали деятельности этой организации как я уже сказал нельзя говорить что они работали только плохо и только плохое про них можно говорить и кстати по поводу того как выглядел сайт этой организации на сайте где создаются петиции я нашел вот такую петицию которая называется stop kidnapping верните леву маме и здесь я вижу есть вот как раз этот сайт страничка этого сайта stop kidnapping с истории яна родионовой вот здесь она потом снизу идет дальше созданная была петиция это тоже 2018 год ну вот так вот выглядел сайт и сейчас его к сожалению уже нет эта петиция победила то есть можно сказать что видите даже 95 человек хватило для того чтобы на петицию обратили внимание и лёва вернулся к маме опять такие истории разлуки мамы с ребенком и она объясняла как это все случилось а снизу написано это вот три года назад написано победа спасибо всем лёвочка вернулся к маме я не знаю какое участие в этой истории принимала организация стопки дни пинг как она вообще помогала или не помогала сложно сказать но просто здесь есть страничка самого сайта и можно на него посмотреть и возможно она действительно помогла я имеют вот эта организация в лице екатерины сумякины и нельзя этого отрицать то такое могло произойти я не хочу давать никаких оценок я не хочу сказать что вот это все как-то очерняет екатерину сумякину я хочу просто сказать что в любой истории когда вы выходите вот на такую публичность а это очень публичная история всегда надо задумываться а нет ли каких-то скелетов шкафу вот некоторые моменты из работы стопки днеппинга они являются явными скелетами ну и явно не прибавляют чего-то положительного к репутации екатерины сумякины и на мой взгляд немножечко показывают ее чуть-чуть в другом свете и стоило бы наверно над этим задуматься пишите что вы думаете по этому поводу высказываетесь какие у вас появились мысли как вы расцениваете предыдущую деятельность екатерины сумякиной считаете ли вы стоит и может помешать ее расследованию или наоборот это прибавляет ей бонусов ну а я с интересом это все прочитаю до новых встреч друзья